Что общего у жителей самой большой территории Югры? Проблемы и достижения в цифрах и фактах сегодня в программе «Большой район». Меня зовут Сергей Зотов. Здравствуйте. Глаза в глаза, но на расстоянии вытянутой руки. Именно в таком формате в Сургутском районе состоялся долгожданный оффлайн-нефорум. Соскучившиеся по очным мероприятиям активисты муниципалитета съехались в Барсово, чтобы наконец-то вживую обсудить планы по развитию молодежных советов в поселениях. Данил Прилуцкий наблюдал за происходящим. Он продолжит тему. Классно, что мы сегодня здесь с вами собрались. Это действительно первый форум не онлайн. Он глаза в глаза, но на расстоянии вытянутой руки. Радость от первого за долгое время оффлайн-форума в Сургутском районе, кажется, не может скрыть никто. Из-за пандемии практически все значимые мероприятия перешли в интернет-формат. И лишь с недавнего времени жители Югры начали возвращаться к доковидной жизни. Сегодня действительно очень важное мероприятие. За последний год это первое очное мероприятие Советов молодежи Сургутского района. Сегодня у нас порядка 10 поселений представлены Советами молодежи по всей территории Сургутского района. Новый сезон оффлайн-активности в Сургутском районе открыли не форумом. Он проходит уже в третий раз. В этом году точкой проведения выбрали Барсова. На площадке новой киберарены представители Советов молодежи поселений планируют будущее. Это общение в формате оффлайн, так же повторимся. И в связи с этим у нас будет уже много креативных, классных идей, которые мы можем реализовать на своих поселениях. Для улучшения КПД участников не форум поделили на блоки. Первым стал прикладной, он же образовательный и самый трудный. Здесь спикеры из Сургутского района и Москвы помогали молодежи в создании проектов, объясняли тонкости их реализации и прочие нюансы, с которыми сложно справиться без опытного наставника. Мы сегодня говорим про поддержку молодежных инициатив. Мы будем разговаривать про то, как привлечь ресурсы на свои проекты. Мы будем говорить про внутреннюю мотивацию, как сделать так, чтобы не бросить дело на полпути. Кроме того, приглашенные специалисты рассказали, каким образом лучше всего получить средства на свои проекты. По мнению спикеров, оптимальный вариант – это работа в некоммерческом секторе. Именно общественные организации Сургутского района ежегодно получают денежную поддержку из муниципального, окружного и федерального бюджетов. Так только из района и казны в прошлом году выделили около 9 миллионов рублей на поддержку НКО. Некоммерческий сектор экономики – это тот сектор, который сейчас на начальном этапе развития. И, грубо говоря, те, кто сейчас войдут в него, те будут успешными лет через 5-10, это точно. Главы поселения отмечают, то, что с молодежью района активно ведут работу по развитию проектного мышления абсолютно закономерно. Именно юные, еще не уставшие умы, станут теми драйверами, которые смогут креативить на благо своих поселений. Безусловно, молодежь – это важная категория. Что касаемо, насколько она важна для населения страны. Безусловно, это наше будущее. То есть, какая у нас сегодня сейчас молодежь – это наше с вами будущее напрямую. Самое интересное, по мнению участников, организаторы не форума, а ставили на десерт. Деловые игры, воркшоп и краш-тест. За всеми этими новомодными сленговыми словечками из сферы креативной индустрии скрылось самое простое – прямое взаимодействие между реальными людьми в офлайн-формате для общего достижения результата. Деньги или земля? Многодетные семьи, проживающие в Сургутском районе, могут получить выплату взамен положенных им земельных участков. С этого года сумма увеличена с 800 тысяч рублей до 1 миллиона 200. Предусмотрен бонус и для тех, кто уже воспользовался поддержкой властей. Подробнее об этой программе и других мерах поддержки жителей района смотрите в следующем сюжете. Эффект разрывавшейся бомбы. Настоящий ажиотаж на рынке кредитования вызвала сельская ипотека. Людям стали выдавать кредиты на покупку и строительство жилья в поселениях района не более чем под 3% годовых. О такой ставке местные власти договорились с одним из банков. За короткий срок займы на таких условиях взяли уже около 100 семей. Резонанс был очень серьезный. Люди идут, интересуются этим. Вот буквально несколько месяцев и объем такой большой колоссальной суммы, уж кредиты выдано большие. Основная ипотека пугает своими условиями кредитные организации. Здесь платежи максимально снижены, что позволит семье как раз таки не иметь такую огромную финансовую нагрузку. Кредиты под небольшие проценты доступны жителям района и других территорий. К примеру, Сургута. Главное, чтобы жилье приобреталось в поселениях. Деньги дают гражданам в возрасте от 21 года до 75. На срок до 25 лет сумма ограничена тремя миллионами рублей. Одними из тех, кто решил вступить в программу, стали жители Солнечного Елкины. Раньше молодая семья снимала квартиру в этом поселке. Затем приобрела здесь квадратные метры по сельской ипотеке. У нас сельская ипотека по 2,7%. Мы с мужем узнали через знакомых про эту ипотеку. Мы с мужем не хотим в городе, там суета. Здесь спокойно, тишина. Мы сразу решили, что будем брать на поселке. И еще вот услышали про эту ипотеку и точно уже решили, что будем здесь раз такие условия для людей сделали. Выгодные условия для решения квартирного вопроса сделали, чтобы люди переезжали в поселке и оставались там жить. Население района увеличивается естественным путем и сейчас превышает 125 тысяч человек. Однако есть необходимость в том, чтобы в поселениях становилось больше специалистов разного профиля, особенно молодых. Здесь ворота открыты для всех, более того и для молодых специалистов. Цель привлечения жителей на территории сельских поселений, как следствие развития этих поселений, в части привлечения рабочей силы. То есть люди создают семьи, живут там, соответственно, сельские поселения развиваются, у них есть будущее. Льготная ипотека и новшества в сфере улучшения жилищных условий не ограничиваются. С начала этого года в Югре увеличен размер выплат многодетным семьям. Сумма, которая выдается людям вместо бесплатных земельных участков, возросла наполовину. Деньги дают из окружного бюджета, но пойти на повышение ставок, по словам районных чиновников, власти Югры решили с их подачи. Предложение сделать это поступило от местного руководства. В этом году у нас, в общем-то, изменился размер. Выплаты ранее это было 800 тысяч рублей, в этом году это миллион двести. Для тех семей, которые ранее не пользовались мерами поддержки. И 500 тысяч рублей для тех семей, которые ранее воспользовались мерами поддержки. Появился бонус и для семей с двумя детьми. Они могут получить субсидии на приобретение жилья в размере 600 тысяч рублей. 32 таких семьи уже решили воспользоваться этой мерой поддержки. В текущем году прием заявок завершен, но в следующем будет продолжен. Такая же субсидия теперь также положена в Югре медикам, IT-специалистам и ученым. Здесь, в общем-то, условия также связаны с нуждаемостью в улучшении жилищных условий. Ранее они должны пользоваться иными мерами поддержки. И дальнейшая работа должна быть пять лет по этому же направлению деятельности после получения поддержки. Поступило 14 заявлений, сейчас они находятся у нас в работе. Все это, безусловно, пойдет на пользу тем, кто в районе мечтает о жилье или уже рассчитывается за квадратные метры. Но привлекут ли последние новшества специалистов во все поселки, особенно удаленные, еще вопрос. Во всяком случае, по сельской ипотеке люди сейчас стараются покупать квартиры в населенных пунктах поближе к Сургуту. Естественно, интересуют поселения городские, которые приближены к городу. Но, тем не менее, и сельские поселения Сургутского района не остаются без внимания. Как таковой разбивки сейчас сказать не могу. Но Барсово, Белаяр, Федоровка, естественно, в приоритете. Привлекательные условия для решения квартирного вопроса – одно из составляющих успехов развития поселений. Продвижение сферы производства даст главный импульс в этом деле, и люди активно потянутся в поселение. Местным жителям нужно, чтобы было где зарабатывать. Бласти района сейчас работают над этим. В частности, они ввели передовую в округе систему поддержки, в том числе грантовой, для тех, кто возьмется за создание предприятий в населенных пунктах. На кону миллионы. Стартовал конкурс на грант главы Сургутского района для НКО. Наиболее сильные претенденты собрались в местной администрации. Это некоммерческие организации, которым вручили награды за активное участие в жизни поселений. Чем занимаются НКО в районе, разбирался Антон Севастьянов. Им уже знаком вкус победы. В зале районной администрации представители НКО, которые получили гранты в конкурсах местного и окружного уровней. Деньги пошли на различные проекты в поселениях. Наталья Сафонова, к примеру, на грант главы района закупила оборудование для конно-спортивного клуба в Белом Яру. По словам общественницы, финансовая поддержка вообще позволила клубу остаться на плаву во время пандемии. Нас поддержали. Нам это позволило не прекратить окончательно работу. Активная деятельность от прошлого года позволила нам сформировать сборную, сформировать очень хорошую техническую базу благодаря гранту. Развитие НКО сейчас в тренде в Сургутском районе. Считается, что такой формат работы имеет свои преимущества перед бизнесом и лучше отвечает потребностям населения. Предприниматели тоже ориентированы на спрос, но их интересует в первую очередь выгода. Однако заработать в какой-нибудь удаленной деревне не так-то просто. А с помощью НКО люди создают то и занимаются тем, чего они сами хотят за счет грантовой поддержки и с условием социальной ориентированности проектов. В планах у нас организовать мероприятия уже такие, которые будут у нас ежегодные. Это и межнациональные, то есть турниры, межрелигиозные турниры. Есть в планах провести марафон шахматных игр на АБИ, где будут турниры даже на берегу реки на открытом воздухе. По запросу жителей НКО обустраивают скверы в поселениях, открывают новые спортивные секции, мастерские по изготовлению игрушек. Число таких организаций в районе увеличивается. Динамику проследить. 2015 год – ноль. И финансирование, и количество мероприятий. 2016, там, по-моему, два или три было в таком районе. За прошлый год 70 только заявок на грант-главы. Больше 30 поддержано и реализовано. Это, в первую очередь, работа с населением, работа с молодежью, работа с инвалидами. Ну, то, может быть, куда не всегда дотягивается рука чиновника. Во время награждения общественников Андрей Трубецкой дал старт новому конкурсу на грант-главы района. В этом году, как и в прошлом, на финансирование проектов участников предусмотрено 8 миллионов рублей. Прием заявок завершится 1 апреля. Добровольцы помогут жителям Федоровского и Лентора проголосовать за благоустройство общественных пространств. То есть парков, площадей, спортивных площадок, скверов. Для этих целей в районе был создан волонтерский корпус. В него уже записалось несколько десятков человек. Голосование за проекты стартует 26 апреля и продлится до 31 мая. Это еще не все новости Большого района. Чем еще запомнилась эта неделя, расскажем далее в рубрике «Дайджест событий». В Сургутском районе за последнюю пятилетку в пять раз сократилось число коммунальных аварий. Об этом журналистам в ходе брифинга об итогах работы районных коммунальных служб рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. По словам чиновника, добиться подобных результатов помогла плановая работа по ремонту и модернизации инженерных сетей и контроль за работой предприятий. В итоге все муниципальные ресурсные предприятия завершили 2020 год с прибылью. Однако, несмотря на положительную динамику, проблем в коммунальной сфере Сургутского района еще хватает. Этой зимой во многих районных поселениях в многоквартирных домах происходили аварии, вызванные резкими перепадами температур. Как правило, прорывало трубы. Люди в 40-градусные морозы оставались без горячей воды. Аварийным бригадам приходилось работать в усиленном режиме. Обещанного придется подождать полгода. Властям Лентора вновь стали поступать обращения жителей по поводу качества воды, поступающей в квартиры. На этот раз жители недоумевают. В городе недавно сдали суперсовременные очистные сооружения, а вода по-прежнему грязная. Районное руководство объясняет это состоянием инженерных сетей, которые еще не прошли очистку. Районные коммунальщики провели анализ воды после очистки на новой станции. По выводам экспертов, она поступает в город кристально чистая. Так что все дело в трубопроводах, по которым вода идет к потребителям. Промывка сетей полностью решит вопрос, по словам местных чиновников. Проблема грязной воды в Ленторе многолетняя. Старые ВОЗ не справлялись со своей задачей. Новая станция должна изменить ситуацию. Она оснащена современным оборудованием и даже перевыполняет нормативы по степени очистки воды, заверяют районные власти. С 3 по 8 марта в поселке Солнечный проходят всероссийские соревнования по тяжелой атлетике. Турнир посвящен памяти Бориса Шестолюка, заслуженного тренера РСФСР. Почему соревнования национального уровня проходят в Сургутском районе и как хорошо развит данный вид спорта, расскажет Валентина Самандасюк. Держи! Василиса Корнюшенкова из Нефтьюганска приехала на всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти Бориса Шестолюка, чтобы повысить свою категорию и попасть в призеры. Тяжелая атлетика для Василисы семейный вид спорта. Им занимались многие родственники. Они ее поддерживают и всегда готовы помочь. Сколько ты уже занимаешься? Три года. В этом году будет четыре. Сколько? Жмешь? Правильно сказать, жмешь. Толкаешь, рвешь. Рву я 45, толкаю 52. Самое сложное? Да практически ничего сложного нет. То есть все легко абсолютно? И тебе удалось все легко? Ну не скажу, что прям легко удалось. Ну я просто хотеть надо. Верить в себя. Главное уверенность. И не бояться. Все российские соревнования проводятся в Солнечном уже 21 год. Турнир неспроста носит имя знаменитого спортсмена Бориса Шестолюка. Ведь именно он стоял у истоков развития этого спорта, как в Сургуте, так и в Сургутском районе. За это время многие спортсмены сумели добиться результатов. Сейчас у нас готовится один спортсмен на Олимпийские игры. Кто? На Нефтиму. Это предшествует тому, что у нас дети на них смотрят. И идут в зал, смотрят, что они хотят быть тоже сильными. Хотят быть красивыми и здоровыми. Поэтому они идут к нам, записываются в нашу секцию. Ну а остальное зависит от тренера. Как их удержать, как их заинтересовать в этом. Вдобавок ко всему в распоряжении тяжелоатлетов достойная материально-техническая база. Именно эти факторы привели к тому, что в небольшой поселок съезжаются со всей России. В турнире принимают участие более 150 спортсменов из более чем 10 областей России. Ямал-Нинский, Ханты-Мансийский, Омская область, Новосибирская область, Томская область, Московская область, Челябинская, Курганская, Свердловская, Тюменская. Этот турнир является мастерским. На нем присваивают звание мастера спорта. Всего подобных соревнований в России шесть. По понятным причинам спортсмены не могли тренироваться практически целый год. Приходилось использовать смекалку по максимуму. Кто-то даже вместо спортзала занимался в теплице у себя на дачном участке. А тем, кто не мог выбраться в пригород, пришлось тягать штангу у себя в квартире. 80% детей входят в состав сборной округа, который, так скажем, достойно показывает результаты. На самом деле цифра по численности занимающихся, она стабильная. Стабильная, конечно, увеличивается ненамного, потому что это, в принципе, такой узкий вид спорта. Василиса Корнишенкова заняла первое место на соревнованиях. Ее уверенность в себе помогла справиться со всеми трудностями. Настоящие мужчины из Сургутского района теперь могут заниматься любимым видом спорта, не покидая своего поселка. В Барсово открыли крытый хоккейный корт. Юные спортсмены уже успели выйти на лед и провести первый товарищеский матч. Все подробности у Максима Щербакова. Первый раз в этих стенах звучит гимн России. Под главную мелодию страны открывается первый в Барсово крытый хоккейный корт. Еще недавно юные поселковые любители мужского вида спорта были вынуждены по несколько раз в неделю ездить на тренировки в соседний Солнечный. Тут никогда такого не было. И как раз будет близко, но я буду ходить. Я занимаюсь хоккеем, потому что мне это очень нравится. Кататься, забивать шайбу. Это по мне. И таких ребят в Барсово наберется не один десяток. Теперь в их распоряжении почти полторы тысячи квадратных метров площади. Здесь, кроме самого ледового поля, которое отвечает всем современным стандартам, теплые раздевалки, санузел и пункт выдачи коньков. Мы объявили уже набор детей от 2016 года рождения и старше. То есть на сегодняшний день принимаем звонки, записываем детей. Ну и в ближайшее время, я думаю, будем уже комплектовать группы и начинать тренировочный процесс. Несмотря на пандемию и проблемы у некоторых подрядчиков, строители крытого корта в Барсово уложились в сроки. Приемка объекта прошла успешно и с выкупом корта проблем не возникло. Из бюджета Сургутского района на это потратили 25 миллионов рублей. Мы будем здесь открывать хоккей-рекорту для консультации, значит, это обладение. Мы будем с спортивным центром, поскольку это порядок спортивный комплекс Киева района, хоккей-рекорту, 3-3 объекта, поэтому это должно появиться здесь же. Появиться в Барсово должен первый в районе экстрим-парк с дорожками для катания на роликах, скейтах и велосипедах. 15 миллионов рублей на его строительство уже заложены в главном финансовом документе муниципалитета. Закончить работы по плану чиновников должны до конца этого года. Еще одним привлекательным местом для туристов в Сургутском районе станет больше. Уже известна на весь округ деревня Рускинская с традиционным слетом рыбаков и оленеводов. База отдыха, халяминские берега с колоритной природой. Теперь этот список дополнит Барсово гора. Там планируется создать музей с археологическими находками. К слову, если верите специалистам, под землей там хранятся останки мамонтов, живших 7 тысяч лет назад. Ну а прогуляться по историческому месту можно будет по экологическим тропам. Подробнее о новом проекте пообщались мой коллега Данил Прилуцкий и Татьяна Османкина. Это место, которое притягивает жителей мира, а не только жителей Сургутского района. Сегодня находки с Барсовой горы хранятся и не только в Екатеринбурге, в Государственном музее, в Эрмитаже, но и в зарубежных музеях, в частности в Стокгольме. И уверяю вас, что объект Барсова гора, как объект историко-культурного, археологического, мирового наследия, он совершенно заслуженно может и должен притягивать туристов в Сургутском районе. Именно поэтому мы сегодня начинаем реализацию грандиозного по меркам проекта создания именно музея с фондохранилищем и двух троп для туристов, которые могли бы ознакомиться с этими совершенно уникальными находками в урочище Барсова гора. Татьяна Николаевна, немножко о значимости и чуть-чуть о будущем затронули. Давайте непросвещенному зрителю расскажем, что сегодня из себя представляет Барсова гора и чуть-чуть поподробнее о том, конечно, какой она станет. Урочище Барсова гора содержит в себе очень много исторических, археологических находок, которые датируются временем до 7 тысяч лет до нашей эры. От неолита до современности. И для нашего коренного жителя, для ханты, урочище Барсова гора является святым местом, местом поклонения. И еще в 60-е годы, когда были первые раскопки проведены, было обозначено, что по концентрации находок археологического плана другого такого места сегодня в России нет. То есть мы действительно являемся обладателями уникального исторического археологического памятника. Не случайно земельный огромный участок именно, что называется, в красной зоне. Там нельзя ни строить, ни раскопки производить без, естественно, решений соответствующих органов. То есть это действительно очень достопримечательное место. Мы еще два года назад, даже чуть ранее, озадачились тем, что это историческое место нужно презентовать туристам Сургутского района. Поэтому два года назад мы решили вопрос о дополнительном межевании земельного участка, на котором возможно создание музейного комплекса вместе с фондом хранилища. Причем мы идем по пути применения такого проектного решения, как эко-минимализм, поскольку мы не имеем права проводить там мощные застройки. Поэтому при разработке проекта будет учтена именно очень деликатная, аккуратная разработка тех троп, тех, значит, возможных участков урочища Барсова гора, на которых возможно проложить деревянные настилы из корабельной доски не меньше трех метров шириной с шагом соответствующим, чтобы ни в коем случае естественный природный ландшафтный дизайн не нарушить. Таких будет тропы две. Одна чуть более километра, другая чуть более двух километров. То есть малый и большой круг. Причем мы сейчас ведем ряд консультаций по возможности установления там на определенных деревянных устройствах подсветки, электричества и вытекающие все отсюда установки 12 зон специальных локаций, которые будут как раз содержать историю этого историко-культурного археологического памятника. То есть современные технологии погружения туриста именно в слои земельного участка, в те информации о тех находках, которые были найдены в том или другом слое. Все это будет вот в этих 12 локациях. Очень интересна конфигурация этих локаций. Например, куб. Например, будет стилизованный вид древних деревьев. Например, конечно же, будут использоваться топиарные фигуры. Потому что действительно находки говорят о том, что вот эти все щетинистые, наши мамонты и так далее, это все достопримечательность именно Барсовой горы. Я хочу вам сказать, что мы данный проект завели и на окружной конкурс инициативного бюджетирования. Мы очень хотели бы уже в этом году, если получится, выиграть конкурс в рамках инициативного бюджетирования. И это очень важно, потому что создана целая проектная команда, инициативная команда из жителей Барсова, которые вместе с нами обсуждали, где, как мы разместим все фигуры, где должна пройти тропа первая, вторая. То есть это инициатива, в том числе граждан Барсова, что очень, на мой взгляд, ценно при реализации таких проектов. Событий и явлений всегда больше, чем возможности о них рассказать в рамках одной программы, поэтому продолжим ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова